Продолжение следует... Продолжение следует... Некоторое время я, когда готовился к сегодняшней лекции, размышлял, с чего же все-таки начать, и пришел к одному забавному выводу, ну, впрочем, ожиданному, относительно того, что вот те самые инварианты, которых я, помните, тремя черточками обозначал в прошлый раз, очень взаимосвязаны. То есть нельзя построить изложение так, чтобы взять, допустим, рассказать исключительно, скажем, сначала про пакеты, а уже потом рассказывать, скажем, про файловую систему, командный сценарий и так далее. То есть вот это ядро, в данном случае ядро архитектурное. Это такая вещь, которая достаточно цельна внутри себя, и этим, собственно, и объясняется ее, его, его ядра. Инвариантность. Это ставит перед нами некую задачу. С другой стороны, мы все-таки с вами в университете и привыкли иметь дело с материалом, который невозможно изложить за одну лекцию. Так что мы с вами будем потихонечку в это дело влезать и ставить замыкание, возвращаться к непросмотренным темам тогда, когда количество информации будет критическим. Ну и где они все? Наши друзья из... Они уже вошли? Не все. Остальные потерялись по дороге. Вот. Значит, прежде чем мы начнем сегодняшнюю встречу, я хочу дать слово Никите Ющенко из лаборатории локальных вычислительных сетей, комплексов. Вычислительных комплексов, ЛВК, да? Который сделает объявление о семинаре. Может быть, кто-то пропустил это объявление на стенде ЛВК. А семинар по нашей близкой тематике, в частности, некоторые здесь присутствующих, я точно знаю, что хотели бы там побывать. Слушаем. Значит, объявление вот какое. Исторически уже много лет в рамках нашей лаборатории под моим руководством, руководством моих коллег, выполняются курсовые дипломные работы по теме, связанной с системным программированием, с разработкой компонентов системного программного обеспечения под ЛВК. Там самый широкий круг задач. Например, у меня ребята занимались оптимизацией планировщика в гипервизо-рексиен, занимались прогрузкой видеокартинки под ВМЦ и прочими подобными вещами. В этом году мы, наконец, пробили через руководство выделение вот этого деятельности из лаборатории в отдельный спецсеминар. И начиная с этой недели, собственно, первое заседание этого семинара было сегодня, еженедельно, по следам, на четвертой паре, в два часа, это начало полтречего, у нас на семинаре будут доклады, связанные с различными вопросами разработки системного программного обеспечения с линуксом, с разными подсистемами. Программа этого семинара висит в гостке объявления лаборатории веществительных комплексов на седьмом этаже, вот с той вот стороны, вот там, где сапог начинается. Пятка южного сапога. Да, пятка южного сапога. Соответственно, семинар этот открытый, я приглашаю всех интересующихся тематикой ознакомиться с программой докладов и, возможно, в наше мероприятие заходить. Я бы страшно туда походил. Вот я. Глядывай, ну, доклады там, в первую очередь, ориентируются на студентов, то есть, предполагаю, это соответствующие подготовки для студентов специалистов. И многие доклады делаются силами студентов, в том числе по темам тех работ, которые они выполняют. Соответственно, для студентов первого-второго курса это может быть интересная информация в одном из мест, куда можно будет распределиться при распределении по графикам, которое ждет вас в конце второго курса. В общем, у меня все. Спасибо. Ну, окей, давайте тогда вернемся к нашим баранам, то бишь к нашим инвариантам. И заметим вот что. Вот тот план, не так, тот алгоритм рассмотрения зверя по кличке Linux, который я представил в прошлый раз, он до некоторой степени естественный, да? То есть, мы начинаем с тыканья в кнопочки, ища, значит, варианты инвариант в них, потом пытаемся разобраться в полном объеме предоставляемых инструментов, пища инвариант в них, потом пытаемся понять, что за люди вокруг нас, и так далее, и так далее. Да, вот смотри конспекты предыдущей лекции. Несмотря на очевидную непоследовательность вот тех, собственно, объектов нашего интереса, объектов нашего рассмотрения Linux как Linux, которые наличатся в том плане, мне показалось, что определенная степень, определенная логика в следовании этому плану есть. И поначалу я постараюсь, вернее так, и поначалу мне показалось, что имеет смысл ему следовать. Если вы помните, первым же пунктом в этом плане стояла терминал и командная строка. Я сейчас объясню, почему я решил с него же и начать, но перед этим попробую изложить некую рамочную концепцию этого текущего курса. Не знаю, удастся ли она в будущем. Мне показалось, опять-таки показалось, да, что это интересный подход, который нас заставит держаться определенной тематике. Концепция вот какая. Как было сказано в книге, которую я процитировал на первой лекции, речь пойдет о хоббитах. Вот в нашем курсе речь пойдет о пакетах. Когда я говорю программное обеспечение Linux, я на самом деле гну Linux, то есть операционной системой на базе Linux ядра, я говорю именно о пакетах. На самом деле, чтобы хорошо себе представить, что такое пакет и как функционирует его, каков его способ бытования в системе, нужно как раз иметь достаточное представление обо всех тех вещах, обо всех тех инвариантах, про которые мы говорили в прошлый раз. По этой причине, мне кажется, что, пытаясь разобраться с тем, что такое пакет и прерываясь каждый раз на очередную сущность, которую нам для этого нужно изучить, мы к концу семестра тем самым и наберем необходимый опыт в освоении Linux как Linux, потому что, напоминаю, сам пакет, это тоже часть вот этого набора инвариантов, за небольшим исключением так называемых source-based дистрибутивов, где это поднятие существует в очень неявном виде, хотя оно тоже существует, может, оно по-другому называется, но там есть понятие сборка, допустим. Вот такое заявление о рамках курса. Содержимое курса это не сильно изменит, если вообще изменит. Более того, мне может прийти в голову, что это неправильная идея, и я буду рассказывать о дальнейшем содержимом не прибегает. Понимаете, пакет, но это же другая история. Теперь вернемся к загадочному и ужасному терминалу, который у нас, повторяю, возник чуть ли не первым, не чуть ли, первым возник, когда мы пытались с помощью нашего товарища, который в Linux знает чуть больше, чем мы, поисследовать этот самый Linux. Он нам посоветовал открыть терминал и что-то сделать там. Хороший вопрос. Для чего так? Вот у нас есть операционная система. Вообще говоря, чего она никогда не делает, вот никогда, для того, чтобы работать, для того, чтобы ей в операционной системе функционировать, она никогда не выводит какие-то бессмысленные тексты куда-то и не считывает эти бессмысленные тексты откуда-то. Не бывает задачи выводить текст и вводить текст. Такой задачи не бывает. Возможно, когда-то в допотопном прошлом были задачи, пользовательские задачи по обработке текста. Такие задачи были. Напоминаю, что согласно легенде, Кен и Деннис работали в числе прочего над системой документирования, которая, собственно, переводила текст из одного формата в другой. Но это скорее маргинальное положение дел, чем естественное. И все пользовательские задачи, и даже общесистемные задачи, они не заключаются в обработке текста. Нужно обслуживать сетевые сервисы, нужно запускать приложения, которые будут как-то преобразовать какие-то форматы, позволять что-то развивать, разрабатывать и так далее и тому подобное. Но, собственно, в обработке текста, а терминал со всей очевидностью умеет только показывать текст и принимать текст, а больше ничего не умеет. Никакой необходимости нет. Тогда почему так? Ну, давайте еще раз зафиксируем вот это свойство терминала, текстовости. Терминал. И поговорим о том, почему он такой. Первый раз до нас доходит, если это не LFS, и не GENTU, и не что-то, что разворачивается с нуля, а такая полноценная, ориентированная на пользователя установка, не полноценная, а именно ориентированная на просто пользователя дистрибутив, первое, что нас встречает под кличкой терминал, это на самом деле так называемый эмулятор терминала, который называется очень по-разному. В разных рабочих окружениях терминал может называться X-Term, терминал, консоли на муквы К, там GnomTerm, RxVT и еще десяток. Это нам напоминает о том, что как только мы имеем дело с интерфейсом, так сразу мы им делаем с очень большой вариабельностью. Это такое вообще свойство Linux. Интерфейсы все разные на верхнем уровне. Все перечисленные мной программы представляют собой некое окно, напишу это в кавычках, окно, то есть некую рабочую область, содержащую алфавитно-цифровую информацию и работающую особенным образом, и некоторый интерпретатор командной строки, который обеспечивает диалог пользователя посредством этого окна, как вот в школьных сочинениях Маша общалась с Дубровским через Дуплу. Так вот, значит, условно говоря, Linux общается с пользователем через терминал. Значит, вот эта штука со всей очевидностью наживная по той причине, что в роли окна может выступать, например, целиком весь монитор компьютера, если вы имеете дело с так называемой системной консолью. Значит, это либо эмулятор терминала, эмулятор терминала, либо системная консоль. Консоль. Вот. Ни то, ни другое не является терминалом в точном смысле этого слова, потому что настоящие терминалы уже, по-моему, не выпускаются совсем. Вот. Что такое историческая справка? Что такое терминал по определению? Терминал – это всего лишь терминальное устройство, то есть оконечное устройство, то есть то самое Дупло, за которым кончается система и начинается пользователь. Да, вот в этом месте системная часть, системы я имею в виду все вместе, компьютер, железка, софт, все, она закончилась, Дупло, и дальше Маша. Вот. Оконечное устройство. Когда-то давным-давно, когда компьютеры были большие, да, а диски маленькие, нет, диски были тоже большие, размеры были маленькие, объемные, вот, в байтах, в роли терминала выступало, могло выступать вообще любое устройство, которое умеет передавать байты. Это очень важно. Свойства, свойства, свойства окна. Алфавит на цифровое. Что это значит? Это значит, что каждый передаваемый вами в систему байт интерпретировался либо как буква, ну и, соответственно, группа байтов как слово, либо как некоторый управляющий символ, который сама система ощущает как некую команду. Вот. Традиционно все печатные символы, да, в воски таблицы считались буквами, а вот непечатные могли выступать в роли управляющих. Давайте это зафиксируем. Печатные символы. Символы. Скорее, непечатные управляют терминалом, а не системой. Терминали линий, будем говорить более хитро, да, там, это не... Идея в том, что те программы, которые запускаются, взаимодействуют с терминалом, они этих непечатных управляющих символов уже не видят совсем. Об этом мы сейчас поговорим. Управляющий символ. Вот. Есть еще одна подробность, о которой мы поговорим чуть позже. Тут есть третья стрелка. Значит, алфа-этно-цифровой способ обмена данными состоит в том, что пользователь с системой обменивается байтами, интерпретируя эти байты просто как текст. Это нас приводит к понятию plain text, то есть чистый, гладкий текст, неразмеченный, когда каждый байт означает какую-то букву. Я сегодня пытался на занятиях со школьником объяснить школьникам различия между текстом программы, набитым в редакторе emedit, и текстом программы, набитым в редакторе word, и не преуспел в этом. Вот. Потому что, видимо, на информатике не проходит понятие как таковой текстовый процессор, размеченный текст. Вот. Ну, проходит. Проходит? Ну, мимо, да. Да. Примерно так. Вот. Значит, я думаю, что здесь присутствующим понятно значение слова «гладкий текст». Речь идет о байтах, которые интерпретируются просто как буквы F или как спецсимволы управляющей. Вот. Это определяет довольно… Да. Так вот, такого рода устройства продавались как устройства. Такая железяка, имеющая клавиатуру, алфавитный цифровой дисплей, то есть такой вот телевизор, который умеет рисовать только буквы, только печатные символы, как печатная машинка. Вот. Из нее торчал последовательный порт. Три провода. Пять, неважно. Хорошая маечка. Ну ладно. Да. Значит, из нее торчал последовательный порт. Этот порт можно было воткнуть в компьютер, компьютер сказать, вот в этом компорту у тебя, милая, терминал, оттуда тебя, тобой будут управлять. Давай, работай. Вот. Что приводило как раз к тому, что некоторые байты воспринимались как просто байты, а некоторые другие специальные, как команды управления этим самым терминалом. Более того, с очень давних пор терминал вот как таковой наследует идеологию печатной машинки или принтера, если хотите. У вас есть клавиатура и место, куда сейчас выведется следующая буква. что выводилось до этого, никакого значения не имеет. Пользователь это уже прочел. Компьютер, считайте, этого не видит. Он уже это вывел. Можете, терминалом могла служить телетайпная лента, понимаете? Вот у вас есть клавиатура для ввода символов и ленточка бумажная, на которой эти символы выводятся. Или электрическая печатная машинка. Вот такие, кстати, терминалы я видел в музее. Чуть дольше продержались устройства уже цифровые, когда вместо бумаги и печатной машинки был такой телевизор. Но они обладали тем же самым свойством. Они напрочь не помнили, что было на них уже выведено, они только это отображали. Невозможно было получить те буквы, которые были уже выведены. Как если бы... Всевозможно через управляющую последовательность. Иногда. Далеко не всегда. Ну да. Значит, если посмотреть там терминфо, то есть двух тысяч терминалов, там, сто такой способностью обладали. Вот. И то это были последние, которые придумали уже потом, так сказать, попытка переделать парадигму. Значит, это накладывает некоторые специфические ограничения, весьма специфические, на само устройство, как устройство отображения в целом. Но, как мы сейчас попробуем увидеть, не влияет на организацию диалога. Да? Про диалог чуть вперед, а вот альфа-этостровый дисплей, как устройство отображения, от своей терминальности, вернее, от своей телетайпности, сразу страдает. Понимаете, да? Если я хочу нарисовать красивую рамку, а потом посредине вывести красивый текст и еще сделать так, чтобы, ну, рамку, понятно, из плюсиков, минусиков, там, букв и альфа-это цифровую, аскеарт. Вот. Если я хочу это сделать, то вот эта телетайпность мне зверски помешает. Передо мной устройство, явно имеющее размерность матрицы, то есть там 80 на 25. А тем не менее, в нем есть курсор, который делает вот так. И все, что я вывожу, выводится прямо за этим курсором. Это означает, что для того, чтобы навести какую-то красивость, я должен, этот мой терминал должен уметь, получая какие-то специальные символы, а мы вспоминаем, что ничего кроме байтов мы передавать не можем, брать, переставлять этот курсор в произвольное место, да, чтобы потом выдача происходила оттуда. Или загружать иной набор символов, допустим, пятидеографические рамочки. Или еще что-нибудь такое делать, менять там яркость текста. Ну, короче говоря, отличаться от печатной машинки в лучшую сторону тем, что если уж он не помнит, что на нем нарисовано, то по крайней мере позволять пользователю, ну, вернее, программе, которая выводит данные, что-то такое вот рисовать. Это нас приводит к третьему виду байтов, которые мы можем посылать на терминал, они называются управляющей последовательности, но это плохо, потому что контаминируется со словом управляющие символы. Наживой, это эскип последовательности. Последовательности. Значит, разница стоит в следующем. Обычные печатные символы выводятся на экран из управляющие символы, которые управляют терминальной линией, вообще не доходят до пользователя. Допустим, если человек набирает с клавиатуры, а, они вообще на ввод. О, управляющие символы, они на ввод, а эскип последовательности, они на ввод. Вот. Управляющие символы вообще не доходят до той программы, которая считывает с терминала, потому что система использует их для управления. Классические управляющие символы какой-нибудь контр-дубль-в, пример такой. Помните, есть такой мем сетевой, вайп, да, когда хотят вырубиться, пишут что-нибудь, потом контр-дубль-в и что-нибудь другое. Ну, значит, не слышу вздоха узнавания, значит, это довольно маргинальные сведения. Ну, неважно. Так вот, это правда. Что вы думаете? Типичный, типичный пример использования управляющего символа, который удаляет слово и вы дальше вводите что-нибудь другое. Обратите внимание, что терминал по умолчанию, работа в диалоге в терминале по умолчанию устроена так, что программа, которая считывает данные из терминала, вообще вот этого всего не увидит. Почему? Потому что есть еще один управляющий символ перевод строки, который называется еще символом активации иногда, по которому, собственно, происходит передача набранной строки той программе, с которой вы ведете диалог. Вот. Именно поэтому я хочу сказать, что телетайпность терминала не мешает ведению диалога. Вы вводите строку, вы ее как-то редактируете. Управляющих символов очень мало, редактировать ее неудобно, но есть пути это обойти, неважно. Вот. Потом вы нажимаете перевод строки, и эта строка в том виде, в котором она получилась, то есть вот слово ерунда, передается в программе, которая ее разбирает. В этом, собственно, состоит отличие просто канала передачи байтов от терминала. Что же касается escape-последовательности, то это специальные символы, выводимые на терминал, то есть ваша программа выводит их на терминал, что приводит к тому, что, допустим, вот у вас курсор был здесь, 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 потом вывелось escape-последовательность, он перепрыгнул куда-нибудь на середину экрана, и дальше вывелось что-то посередине экрана. Управляющие символы на ввод обрабатываются системой, используются для управления самим терминалом, а управляющие escape-последовательности используются для управления выводом. Вот. Обрабатывается самим терминалом. Чтобы закончить этот пункт, скажу, что вот этих вот терминалов железных, которые подключались к последовательному порту, было разных тысячи типов. Все они были ужасно разные, все они имели абсолютно разные escape-последовательности по управлению, иногда весьма и весьма загогулистые. Проблема в том, что их выпускали те же фирмы, что выпускали электрические печатные машинки. Вот. Ну, соответствующим пониманием проблематики обмена данными. Да, вот что люди, выпускающие электрические печатные машинки, понимают в обмене данных, то примерно и было... Вы хотите что-то сказать? Да, еще раз спросите. Don't ask to ask. Just ask. Правильно я понимаю, что именно управляющий символы типа контрольного WV обрабатывал непосредственно сам терминал. Ну, терминальная линия, да, это система делает. Значит, ну да, да, да. То есть не операционная система? Нет, нет, да, операционная система. Терминал – это операционная система. Смотрите. окно плюс интерпретатор командной строки кто-то сделает так чтобы вот сюда что-то попадал в какой то момент у вас должны эти символы разделиться на обычные и управляющие никто кроме операционной системы это не сделал обрабатывает операционной системы да да в каком-то пробежуточном буфере он еще не дошел до той программы который потом считает вот у терминалов он вообще был аппарат и да вот железяк а у эмуляторов и у консоли и депенс нет 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 то есть это в редких случаях нет от свой стернале ли жень терминал передавали байт то есть у них был режим пакетный да но это 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 евски терминал это большое извращение не имеющие отношения к разговору да точно хорошо нет нет это 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 обрабатывали на операционной системы вот зачем я это говорю за тем чтобы вы понимали с чем имеете дело когда вас попросит открыть этот самый терминал начать ним что-то делать вот это просто передавай инструмент для передачи байтов исторически так сложилось что он вот такой и для того чтобы сделать его более удобным для значит использование более чем в роли телетайпа в нем появились такие штуки как escape последователь вот не стоит ждать от него чудес на чудес не бывает обратите внимание на то что у меня слой диалог где-то в другом месте на самом деле все это сейчас обрабатывается драйвером ну это и есть система все правильно терминальные линии это свойство терминальной более или менее классических тех самых он не был железный же поверьте в одну из по управлению был мало собственно то что терминал позволяет то 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 и можно управлять давайте оставим я думаю что вы правы но не до конца то есть вот сейчас дать вспомним не джей посмотрите говорите ст и игрек но их кто вам делать но их операционной системы это значит что вот в тот момент когда вы вводите по байт на да с этим работают уже операционные системы терминальные линии тты игрек не железяка пакетная работа железяки было но она была крайне неудобная при работе в шее крайне в смысле возможность пакетной обработки слушайте давайте почитаем термкап и звони термкапа соответствующий документ я думаю что я прав вы вообще не видел никак железных терминов логично да ну окей бойцы вспоминали минувшие дни так или иначе все это умерло за явный не явным отсутствием необходимости до нынче у нас возможности по передаче данные такие что мы можем прокинуть что хотим через сесть до совершенно необязательно тянуть эти самые последовательные провода от машин машин вот моки значит все таки я хочу про диалог немножко рассказывать обратите внимание как на основании вот этого свойства нашего замечательного терминала строится диалог не зря та программа которая взаимодействует с терминалом называется интерпретатором командной строки тут важно все три все три слова интерпретатор командной строки да начнем с конца в черне да за исключением кое-каких волшебных вещей диалог между пользователем и интерпретатором командной строки происходит по строчным то есть пользователь набирает строку нажимает какой-то специальный символ и enter после этого получившаяся строка отдается на переработку интерпретатор командной строки он ее интерпретирует то есть пытается разобрать чему пользователь сказал и с помощью того же интерфейса телетайпного который вывозят диагностику поэтому получаются диалог пользовательчет написал компьютеру чего-то ответил пользователь подумал опять что-то написал ну или не подумал опять компьютер нечего-то ответить вот дело как видите по строчно организованному диалогу, диалогу командной строки не мешает свойству телетайпности вплоть до удобства редактирования всей этой строки. Если бы у нас было всего три символа, там Backspace, Ctrl-V и Ctrl-U, как это полагается для управляющих символов терминала, нам было неудобно редактировать. Ни стрелочек ни хрена нет. А на самом деле вы увидите, что в современных Shell-ах бездны всевозможных функций по работе с командной строкой, которые реализуются уже самим Shell. Но это уже, так сказать, следующий уровень следующий левел, мы пока на нулевом уровне это рассматриваем. Диалог. Собственно говоря, мы начали разговор уже о интерпретаторе командной строки. Организация диалога построчная, построчный. С точностью до редактирования этой строки, потому что, повторяю, в современных интерпретаторах командной строки редактирование намного более прогрессивное, чем эти пресловутые три символа, и, соответственно, оно делается уже не системой, а специальной библиотечкой, то есть самой программой. Но это как бы не меняет свойства диалога. Второе свойство объединения потока управления и потока данных. Управляющий поток, нет, давай вот так напишем, управляющий поток объединяется с потоком данных. Что это означает? Смотрите, вы хотите получить от термина, ну, от компьютера, ну, скажем, список файлов в текущем каталоге. Что вы говорите? Вы ему вводите команду ls, команда ls – это явно команда управления, а вам оно выводит на экран список файлов в текущем каталоге. Да, там, бла-бла-бла-бла-бла, какие-то файлы. То есть данные. Да? Потом вы говорите ls – имя каталога, и он выводит содержимое имя каталога. Потом вы говорите ls – и неправильное имя каталога, и вам на тот же самый экран выводится вместо списка файлов сообщение об ошибке. Вы на это смотрите и видите, что вы там совершили некую ошибку. То есть интерфейсно команды вашего интерпретатора командной строки и те данные, которыми вы сопровождаете эти команды, которые в результате предоставляются вам, и те сообщения диагностические, которые выводятся под систему помощи, все это объединено в один и тот же термин. Это довольно важно, чтобы понять, почему, скажем, подсистема документации MAN такая, или почему существует разделение stdr и stdout. Потому что интерфейсно на самом деле это один и тот же терминал, вы смотрите на одну и ту же картинку, и это уже ваша задача – интерпретировать этот текст как данный или как часть потока управления. с другой стороны, в этом есть какой-то юзабилити, потому что вам не приходится переключаться на разные виды интерфейсов для наблюдения разных потоков управляющих, диагностических, еще каких-то. Все в тексте. С другой стороны, диалог текстовый, и это, я бы сказал так, разумный компромисс между формализацией этого диалога и гибкостью. Понимаете, мы могли бы предусмотреть интерфейс, состоящий из двух рычагов и одной кнопки. Но, к сожалению, интерфейс из двух рычагов и одной кнопки предоставляет нам не слишком много возможностей по управлению. Возможно, с помощью этого можно, с помощью двух рычагов и одной кнопки можно управлять… Ничем нельзя управлять. Ну, чем-то можно, да. Ну, не очень сильно, да, там, трех рычагов и одной кнопки можно управлять этим самолетом Камикадзе. Вот. Да, вот. Ну, чтобы вот у вас была возможность, как бы пространства маневрирования, ну, и главная кнопка для Камикадзе. А вот. Да. А тут наша задача управлять целой системой. Значит, понятно, что гибкость при составлении команд, которые еще там могут быть довольно длинные, она существенно выше. С другой стороны, безумное количество каких-то непонятных пиктограмм, вот, которые участвуют в интерфейсе, оно, конечно, сильно ухудшает формализацию, да. Вот. Если кто когда видел методички, как что-нибудь где-нибудь настроить через GUI, то, как правило, через графический интерфейс, если кто не понял, то, как правило, эти методички изобилуют какими-то скриншотами, которые, вообще говоря, не похожи на другие скриншоты, сделаны абсолютно из той же системы, но там через одно обновление или с другой темой, с разными переводами, с разными ошибками в этих переводах. Короче говоря, если попытаться обучить этому роботу, робот сойдет с ума и ничего не обучится. А в командной строке, в общем, достаточно легко, можно в ней программировать, об этом я еще скажу. Значит, формализация, формализация плюс гибкость. Плюс гибкость. Я про это расскажу, что обеспечивает формализацию плюс гибкость, чуть позже. Про диалог я сказал. Обратите внимание, что описывая интерпретатор командной строки, я вот в таких терминах, я описываю далеко не только Shell. Я описываю в принципе любую организацию диалога управления со стороны пользователя вот такого рода. Мы довольно много знаем интерпретаторов командной строки и помимо Shell. Язык программирования Python. Вот ты говоришь, Python, просто запускаешь его, у тебя открывается, ну, вернее, это делается обычно в терминальном окне, там запускается Python, ты ему выдаешь команды Python, а он их выполняет. Или там, не Python, какой-нибудь MySQL. Типичный интерпретатор командной строки, ты ему даешь команды MySQL, а он их выполняет. И такого в Linux-системах очень много по причине как раз общего направленности на вот этот интерфейс, который, повторяю, достаточно гибок и вместе с тем формализуем вплоть до того, что как бы через него или с его посредством можно выполнять и уже целый сценарий, запрограммированный тем же самым способом, с помощью тех же команд, которые вы вводите с командной строки. Это я сказал, это я сказал, это я тоже сказал. Вот. Теперь, что касается самого Shell. Из всех интерпретаторов командной строки Shell является самым таким, ну, что ли, первым попавшимся. Вот. То есть он вам попадается первым, очевидно, когда вы что-то делаете. Просто потому, что это программы для управления собственной системой. Да? То есть те команды, которые вы даете, они манипулируют главными понятиями в системе, файлами и процессами. Вот. Про файлы мы поговорим в следующий раз, а процессы, про процессы, пожалуй, если успеем, поговорим прямо сегодня. Немножко, да, в чернее. Повторяю, наша задача прояснить те понятия, с которыми будем встречаться, вот осваивая наши пакеты, наше программное обеспечение в Linux, в GNU, в Linux. Итак, Shell – это интерпетатор командной строки, это его свойства, предназначенный для манипуляции системными ресурсами, процессами, то есть для манипуляции процессами, файлами, для связывания самих процессов, это, как бы, это среда, Shell. Собственно, Shell – это оболочка, среда. Среда, интеграционная среда, интегратор, оболочка – это все примерно по одно и то же. С помощью Shell можно запускать достаточно развесистые такие группы процессов, которые будут взаимодействовать друг с другом, а как они друг с другом взаимодействуют, как раз на Shell и описано. Наконец, Shell – это язык программирования. Напоминаю, что любая последовательность команд, которую вы выдали в интерпретации командной строки, скорее всего, является и программой, которую можно положить в файл и интерпретировать прямо так, а в случае Shell, там, или Python, не скорее всего, а ровно так и является. Собственно, понятие скрипт или сценарий произошло именно из-за этого. Вот люди писали, писали команды, потом им стало лень, они положили их файл и сказали «Крокодил, играй». Ну, в смысле Shell выполняй, Shell выполнил. Ну, так вот, что касается именно Shell, это полноценный язык программирования, в котором есть все, что нужно, с одной стороны, самому языку программирования, а с другой стороны, все, что нужно для организации среды взаимодействия. В следующем семестре мы будем более глубоко эту тему рыть, и там мы посмотрим примеры, в которых Shell ну, просто вот чемпион по удобству и простоте организации взаимодействия между процессами. Ни на каком другом инструменте вы не сможете сделать так же легко кое-какие вещи интеграционные как-то делаются наши. Ни на каком. Но это будет потом, это будет тогда, когда мы будем рассматривать уже внутренности системы, а сейчас нам нужно рассматривать ее внешность, в частности, внешность этого самого интерпретатора командной строки, именно это, и именно с этим пользователь взаимодействует, когда он работает. Как выглядит та командная строка, которую Shell собственно интерпретирует? Выглядит она достаточно просто. есть понятие разделитель, в частности разделитель являются пробелы, табуляции и переводы строки, если вы умудритесь их ввести в Shell как переводы строки, а не как управляющие символы. Помните, да? Управляющие символы не доходят до той программы, которая считывает терминал, в данном случае до Shell. Но если вы его каким-то образом экранируете, туда идут, и вот тогда перевод строки тоже будет разделитель. Вся ваша строка, которую вы набираете, разделяется на последовательности неразделителей, они называются слова, и разделителей, они называются разделители. Вот. В общем виде, в общем виде командная строка выглядит так. Необязательная подготовка окружения. Окружение. мы не будем разбирать, что это такое. Скажу, что в подавляющем большинстве случаев никакого текста, связанного с подготовкой окружения, пользователь не ввозит. Типичный пример, когда вы это делаете, допустим, вы ужасно не хотите читать манн на русском языке. Какой-то, значит, пионер Фердышенко перевел манн по гиту на русский язык. Он плохо разбирался и в том, и в другом. И поэтому вам неохота это читать. А между тем, почему-то так случилось, что именно его перевод попал у вас в дистрибутив. Ну, не по гиту, по какой-нибудь программе, которую написал пионер Джонсон. И пионер Джонсон написал документацию хотя бы на английском, а это непонятно на какую-то. PSTR Talk очень хороший пример в Дибионе. Там очень PSTR Talk там старая документация. А, да. Или она просто старая. Такая отдельная песня связана с тем, что перевод документации это всегда moving target. Только вы ее перевели, а тут вышла новая версия того, к чему документация, и вам опять надо все переводить заново. Поэтому она может быть просто старой. Типичный пример LC All равняется POSIX. Вот вам подготовка окружения. Вы говорите, что в запускаемой вами программе локаль, то есть языковые настройки будут, и региональные, будут соответствовать некому фиктивному региону POSIX, а вовсе не стандарту там Россия, русский, кодировку TFS. Дальше вы говорите команду, команда, в данном случае MAN. И дальше параметры опять-таки необязательные. Параметры. В данном случае что там? STER TALK. То что? Токен. Вот так. Строка TUOK. ТУК. Перевод строки в К. Значит, ну там вот команда ЛС, о которой мы уже говорили, она выглядит ровно так, без параметров и так далее. Значит, еще раз. Последовательности неразделителей называются словами. Первое слово в строке чаще всего это команда. Если только это слово не имеет специфическую форму, а именно что-то равняется что-то без пробела, тогда это считается с подготовкой окружения. Все остальные слова в строке это параметры. Одно и это уже давно должно навести вас на мысль, что в принципе это похоже на некоторое микропрограммирование. Такая вот целая команда, в которой все это подчиняется каким-то законам. Вот. Ну, а я продолжу. Значит, для того, чтобы ввести какую-то упорядоченность вообще вот этому понятию параметры, принято несколько соглашений. Здесь уже я говорю не о стандарте, или точнее не о регламенте, а о некоторых соглашениях, которые часто соблюдают, а часто и не соблюдают. Но чаще соблюдают. Гораздо чаще соблюдают, чем не соблюдают. А именно, как выглядит команда? Значит, давайте остановимся. Значит, команда параметра. С точки зрения шела, тут уже я опускаюсь именно до шела, потому что в разных интерпретаторах командной строки способ интерпретирования команд может быть разным. Команды бывают двух видов. Встроенные это команда самого шела. Их, кстати, немного. Погромче, пожалуйста, слушай вас. Упс. Ну вот, человек что-то сказал, никто не слышал. Обидно. Ну ладно. Значит, встроенные и программы. они же утилиты, но в данном случае это, в общем-то, все равно. Обратите внимание на этот пункт. Когда вы вводите некоторое просто слово по каким-то правилам, достаточно простым, шел определяет, является ли это его собственной встроенной командой, либо это название какой-то программы. Мы с вами, я надеюсь, на следующей лекции посмотрим и увидим, что программы все лежат в стандартных местах, коих немного. По этой причине найти нужную программу просто по имени шел не составляет никакого труда. Так что команда это либо внутренняя команда самого шелла, либо название программы, которая будет запущена. Параметры. Бывают у нас двух видов. Опять-таки, ключи. Давайте мы лучше не так сделаем, потому что ключи тоже бывают двух видов, даже четырех. Ключи, так называемые. И объекты. Назовем это так. Плохое слово. Раньше я говорил содержательные параметры, но получалось, что ключи без содержательных параметров. Мне это не нравится. В чем разница? Когда вы говорите, вот скажем, вот в этой командной строке monster talk. Monster talk это объект, в данном случае название функции, по которой вы хотите посмотреть страницу документации, страницу руководства. То есть, это некий объект из объектной области вот этой вот команды, этой вот в данном случае программы утилитной. Man работает с страницами документации, ls работает с файлами, там, не знаю, kill работает с процессами, ну и так далее, и тому подобное. Соответственно, что это за объект определяется, собственно, тем, какую команду вы запустили. Это она интерпретирует, переданную ей командную строку, ну так, как ей это заблагорассудится. Сообразно собственным разумением. А вот ключи это модификаторы выполнения команды. Ну смотрите, вот допустим, команда ls выводит список файлов в текущем каталоге. Команда ls минус, скажем, l выводит список файлов в текущем каталоге, но к ним приписывается достаточно богатая дополнительная системная информация. Дата создания, права доступа, хозяин, ну и всякое такое. Вот. Эти самые атрибуты, ну в смысле режимы доступа разрешенные. Вот. Какой-нибудь ls минус l минус l минус a выводит не только все файлы, но и все файлы, которые начинаются на точку, имя которых начинается с точки. Это такое умолчание традиционное для Unix-подобных систем, для POSIX-систем, когда групповая операция не распространяется на файлы, имя которых начинается с точки. Это позволяет задешево получить понятие скрытого файла. У него нет такого атрибута скрытности. У него нету, он ничем не отличается от других файлов, кроме того, что его им начинается на точку. Но групповые операции его не затрагивают. Почему это так сделано? Ну, мы об этом опять-таки поговорим более подробно в следующем семестре. Так сделано для того, чтобы пользовательские конфигурационные файлы, коих у него со временем образуется довольно много, не отображались, когда человек работает не с конфигурационными файлами, а со своей работой настоящей. Говорите ls, вам показываются только там три файла и каталогат. Десктоп, еще что-нибудь. Говорите ls-l. Бабах, вам показались все конфигурационные файлы всех программ, которые когда-либо запускают. Потому что они их отложили. Вот. Минус а, в смысле. Вот. Кстати сказать, эта же команда может выглядеть вот так. ls-la. Вот еще замечание про точку. Да, еще надо, чтобы хрвейбрат не применялись, чтобы при удалении файлки не удалили и все-все-все остальное вместе с файлами. Это отдельная тема. Не знаю, успеем ли мы до нее дойти опять-таки в этом семестре. В следующем, я надеюсь, успеем. Это называется принцип «захотел-получил». Смотрите, вы удаляете целый каталог. Вы, наверное, хотите удалить целый каталог. Вы хотите удалить целый каталог. И не говорите мне, что вы не хотели это сделать. Захотел-получил. Вы написали «удалить каталог». Надо быть ненормальным, чтобы, увидев команду «удалить каталог», спросить «вы хотите удалить каталог?» Вот. Ну, не так, не ненормальным, но, как сказать, нерешительным. Окей. Значит, в данном случае речь идет именно о отображении. Вот если вы скажете «РМ звездочка», это будет групповой операцией, шаблоном, про шаблоны я прямо сейчас расскажу. И тогда скрытые файлы не будут участвовать в этой процедуре. А вот если вы скажете «рекурсивно удалить целый каталог», ну, разумеется, он удалится. Вы же это просили. Окей. Значит, обратите внимание на две вещи, связанные с ключами. Это так называемый тип ключей однобуквенный. Однобуквенные ключи, которые выглядят следующим образом. Первым символом ключа обычно, обычно, является минус, а вторым какой-нибудь символ, обычная буква, чаще всего буква. Идея стоит в том, что бы зная, ну, вот, как правило, однобуквенные ключи подчиняются принципу аббревиативности. Принцип аббревиативности состоит в том, что на эту букву начинается какая-то сущность, которая соответствует этому модификатору выполнения. ls-l это так называемый лонг-формат. То есть, вам будут показаны не только имена файлов, но и всякие их во весь экран атрибуты. А ls-a это от слова all. То есть, вам будут показаны все файлы, то бишь, включая и те, которые начинаются на точку. Вот. однобуквенные ключи начинаются на минус, за которым идет одна буква. И если они не являются параметрическими, об этом прямо сейчас, чуть позже, то они умеют слипаться. ls-l это то же самое, что ls, пробел, минус l, пробел, минус a. Обращаю ваше внимание на вот эти пробелы. Команда, первый параметр, второй параметр. Команда, пробел, первый параметр, который состоит из двух ключей, уж она сама разберет свои ключи. В противовяз однобуквенным ключам бывают еще полнословные ключи. Или так называемый gnu-style. Вот. для линуксового ls здесь будет минус-минус long, а здесь будет минус-минус all. Они традиционно начинаются на два минуса вместо одного. Вот. И после него обычно идет такое одно и даже может быть несколько слов через дефис. Набирать это неудобно в командной строке. Вы задолбаетесь каждый раз говорить минус-минус almost all. это минус-а большое, который показывает все файлы на точку, кроме каталога по имени точкой, каталога по имени две точки, которые и так ясно, что всегда есть. Вот. Но зато есть такой вопрос для true-хакеров. Назовите те буквы, которые не являются ключами команды ls. Не являются. Я не знаю, существуют ли такие буквы. z. z большая. w. Ну, вот, понимаете, да? Вопрос для людей как бы с нарушением психики назовите, что делают все остальные ключи. Соответственно, для того, чтобы прочесть такую команду, если она записана однобуквенными ключами, надо все время смотреть документацию. А для того, чтобы прочесть команду записанной полнословными ключами, можно туда не смотреть, потому что ключи, ну, как правило, описывают. Все-таки предметная область небольшая, ls работает с списком файлов и только с ним. И что такое all или almost all, более-менее понятно после, ну, с одного раза. Вот, полнословные ключи. Другой способ деления ключей на обычные, обычные и параметрические. Что такое параметрический ключ? Иногда бывает, что модификатор выполнения сам требует указать ему объект, скажем, ну, вот, объект, который бы каким-то образом специфицировал этот модификатор. Слушайте, кто мне может параметрический ключ подсказать? А? До чего-нибудь? Нет. Нет. Во, отлично, спасибо. Правильно, вообще минус о всякий. Это типичный параметрический ключ. Спасибо большое. Пример параметрического ключа. Где-то вот мне постирать, вот тут мне постирать. Есть такая утилита VGET для скачивания чего-нибудь откуда-нибудь. Да, там она работает с ftp, с ftp, понятно. Очень часто хочется поместить файл, ну, вы скачиваете какую-нибудь хрень, которая сгенерировалась, я не знаю, там, каким-нибудь веб-движком и представляет собой там URL шириной в 300 символов, состоящие в основном из URL-н-кодиц, из этих процентиков каких-то ужасных. Это просто какой-то файл. И вы хотите его поместить в файл под названием файл точка что-нибудь. И вы пишете что-нибудь типа VGET минус O большое, там, филе, точка html. Вот этот филе html не существует в вашей файловой системе до тех пор, пока VGET не сработает. Это не объект, который как бы берется из системы. Это модификатор, это параметр ключа минус O, который говорит положить, скачу, ну, там, дальше, понятно, дальше там URL будет, у Unix. Да. Напишу, бла-бла-бла. Вот. Это параметр ключа минус O, который описывает положить вот что-то в файл, файл html. Достаточно типичная ситуация, ключ минус O большой или минус O маленькая. У VGET специфика минус O маленькая означает, куда положить диагностику. Вот. Чаще все-таки минус O маленькая. Короче говоря, указать, допустим, имя создаваемого файла или что-нибудь в этом духе. Типичный параметрический ключ. Понимаете, да? Вот так это выглядит в случае однобуквенном, а вот так вот что-нибудь типа минус-минус output. равно филе .txt, там, html. Обычно это выглядит в случае познастном. Скажите, а почему, например, в VGET, если вы не указываете минус O, не догадывается, как хорошо и правильно назвать файл, потому что файл файл скачивает, то догадывает. Потому что в VGET есть опция минус-минус контентный диспозишн, которая заглядывает внутрь скачиваемого html на предмет выяснения, а как он внутри HTTP протокола на самом деле назывался. Это не так просто. Потому что в URL написано вот такая хня. Название файла заложено внутрь протокола HTTP. Не факт, что это название в вашей системе вообще будет валидно. Допустим, вы скачиваете под Windows, а там есть звездочка в имени файла. Понимаете, да? Вот. Поэтому по умолчанию в VGET не делает таких вещей. Более того, контентный диспозишн появился относительно недавно, пару лет назад или три года назад. Ну, а соответственно, Firefox, он как бы так или иначе рендерит этот html. Он все равно знает, как этот файл называется. Отсюда было. Домашнее задание. Я помните, обещал давать домашнее задание. Домашнее задание номер один. На сегодняшний день номер один. Как я уже сказал, ключи, формат ключей с минусом, двумя минусами и так далее, это не догма. Это такое соглашение, которое частенько нарушается. Вот было бы неплохо ответить на вопрос, какие вы знаете утилиты, в которых это соглашение нарушается. То есть и дирекция. Ну, отлично, значит, вы сможете ответить на этот вопрос на экзамен. Все правильно, Кроме ДД. Почему? И ДД тоже. Не, но ДД неинтересно. Да, ты честно знаешь. Ну, хорошо. Все знают ДД. О, все знают ДД. Не слышу дружного смеха. Ну, хорошо. Да, домашнее задание номер один на сегодня это примеры утилит, которые нарушают соглашение о ключах. Продолжая вкратце говорить про шел, скажу вот что. Вот эта часть, вот эта часть, в виде четком команды параметры собственно говоря интерпретируется. Но пользователь может вводить эту часть в другом формате, а именно в виде шаблона. шел различает, вопреки тому, что я сказал, шел различает три вида символов, а не два, а именно разделители, просто символы и, как это называется, спецсимволы. спецсимволы предназначены в шеле для специальной такой штуки, которая называется генерация имен файлов. Все знают, что там звездочка превращается в список файлов, или там имя каталога слэш-звездочка превращается в список файлов в указанном каталоге. Помимо этого в шеле есть еще несколько стандартных, а в крутых шеллах множество нестандартных способов генерации имен файлов, которые, повторяю, приводят к тому, что введенные вами строка, содержащие спецсимволы, то есть интерпретируемые шеллом как шаблон, для начала превращаются в нормализованный вид, в виде команда и параметры, которые уже дальше не превращаются ни во что, и только после этого интерпретируются. Обратите внимание, что я вот этот квадратик включил и слово команда тоже. То есть если вы напишите в командной строке просто звездочка, знаете, что произойдет? Вместо этой звездочки шелл подставит список файлов в текущем каталоге. Скажем, файл 1, файл 2, файл 3. И попытается, нет, именно звездочка, и попытается выполнить команду файл 1 с параметром файл 2, файл 3. Ну, если в вашем каталоге было ровно три файла. Вот. Произойдет генерация имен файлов, результат будет интерпретирован. Это идет в разрез с командной, с позволения сказать, строкой в виндовсе, где каждое приложение само обязан интерпретировать шаблон. Вот как умеет. Вот. Это иногда мешает. Смотрите, вы выполнены команду rm звездочка. rm это remove. удалить файл. Если вы находитесь в соответствующем состоянии, вы даже случайно можете эти четыре символа на колотуре набрать. Случайно. Эта команда превратится в rm дальше список имен файлов в текущем каталоге. И для команды rm она будет означать всего лишь удалим вот эти файлы. А между тем это удаление всех файлов, но за исключением скрытых. Без дополнительных приседаний никто и не вспомнит о том, что вы набрали такую удивительную команду удалить все файлы. Их просто удалят. Принцип захотел получил. Вы же написали удалить все файлы. Вы хотели удалить все файлы. И это только в том случае, если, как я сказал, выполнят дополнительные приседания. Например, вместо команды rm вызван какой-то шельная функция, которую он для начала проверит, а не передали ли мне список всех файлов. А вдруг они уже все. А если это все файлы, может, это пользователь звездочку написал случайно? Вот. Я на этом месте бы просто его разлогинивал бы сразу. Ну, чтобы он не удалял все файлы. Но это не важно. А если среди них будут файлы минус F и минус F? Да, 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 там будет очень интересно. Обратите внимание на следующий на следующий на следующий на следующий момент, который Евгений тут нам смотрите. В вашем каталоге есть файл под названием минус F. Еще файл под названием минус R. Ага, я слышу некоторые хихиканье, значит, люди знают, что это такое. Ну, еще там очень важный каталог, очень важный каталог. Вы говорите, RM звездочка. Вместо звездочки вы получаете минус F, минус R, ОВЦ. Для тех, кто все еще не смеется, говорю, F это force remove, всегда удалять вне зависимости ни от чего, если это только возможно. R удалять рекурсивно всю. Обратите внимание, что вы думали, что вы удалите все файлы в текущем каталоге, а у вас тут было всего два файла, минус R и минус F. Даже если ставятся, это ключи RM. О, замашенное задание номер два. Нет, не так, я сейчас про это расскажу, это будет неинтересно. А, нет, я расскажу не про это. домашнее задание номер два. Как удалить файл под названием минус R? Вот. Ишела, ишела. Значит, это очень легко. Надо прочесть документацию. Так, время. Что-то я оттопыриваюсь слишком сильно. не, ну, зачем? Я верю, что вы знаете. Почитайте документацию. А если вы не знаете, так все написано в документации, там все очевидно. Значит, это домашнее задание. сейчас скажу. Ах, да. Значит, чтобы закончить с командной строкой, я скажу только две вещи. Вещь первая. Раз уж мы заговорили о спецсимволах, то в шеле должны быть способы экранизации, то есть лишения спецсимволов и специальности. В частности, ответ на вопрос, как удалить файл под названием звездочка, как раз очевиден. Ставьте кавычки любого сорта, либо одинарные апострофы, либо двойные. После чего содержимое этих кавычек уже не интерпретируется как спецсимвол, и, кстати, сказать, и как разделитель тоже. То есть все, что внутри кавычек, интерпретируется как одно большое слово. Это не ответ на вопрос, как удалить файл минус R, как вы видите. Вот. Это первое. И второе. В шеле очень много дополнительных функций, которые существенно повышают эффективность работы в нем как в интерпретарте командной строки. В первую очередь связаны с редактированием этой командной строки. О них мы будем говорить в следующем семестре, иначе мы посвятим этому слишком много времени. То есть все на самом деле не так мрачно, как кажется после того, как вы его поближе узнаете. даже в учебнике, который мой введение вас линукс, там довольно много этому делу посвящено, а между тем там всего лишь в назывательном порядке. А еще есть такое, еще есть волшебный таб, а еще много все есть. Вот, еще раз повторяю, вот, наши задачи сейчас не входят. Мы, типа на уровне скрипткидзи, да, мы вот нам сказали на форуме выполнить такую команду, мы выполняем такую команду. Наша задача просто понимать, что это за команду мы выполняем. А то, знаете, там, rm-rf, звездочка, корень от рута. Да. Это, значит, второе, да, первое, что проэкранирование, это называют варианты. rm backslash звездочка. Он лишает специальности один сил. Вариант. У нас осталось 10 минут, про которые я хотел рассказать про процессы. Не буду я за последние 10 минут рассказывать про процессы. Это неправильно. Я лучше с них начну в следующий раз. это следующий инвариант, который мы отметили на прошлой лекции. Давайте обратимся вот к этому всему. вот что. Наверное, я расскажу про ман и инфу просто ради того, чтобы куда-то это положить это место. Что? Чтобы можно было выполнить домашнее задание. Спасибо, Евгений. Правильно говорите. Мы сейчас не останавливаемся на командах манипуляции файлами, хотя, как это будет нам понятно в дальнейшем, и как я постараюсь это окончательно объяснить в следующем семестре, манипуляция файлами это одна из немногих инвариантных и часто встречающихся задач именно в линуксе. В линуксе все представляется в виде файлов и манипуляция этими файлами, почти все, манипуляция этими файлами и есть собственное управление системой и модификация их содержимого и так далее. Будьте здоровы. Тем не менее, кое-какие команды я уже тут набросал, вот команда рм, допустим, удаляет файлы, команда цп цп их копирует, вот, команда мв их переименовывает, ну и так далее. Чтобы было понятно, о чем идет речь, расскажу про команды, которые предназначены для получения документации. Внутри терминала мы сейчас говорим про командную строку в том объеме, в котором она необходима для понимания вот этих скриптов или там однострочных команд, которые нам, значит, посоветовали на форуме. Уже упоминавшиеся команды MAN от слова manual, да, руководство. предназначены для просмотра страниц руководства. Простейший формат MAN и объект. Команда эта очень старая, ведет свое начало еще от таких классических Unix систем, ранних. состоит она из последовательного запуска всего двух команд. Форматирование некого специфического RAW формата, то есть там есть документ, размеченный документ в формате RAW, который представляет собой просто plaintext плюс команды разметки. Вот, значит, этот документ форматируется для его показа на терминал плюс какой-нибудь RAW, да, или кто там RAW получает за павелинок все запускается? RAW. С каким-то ключами там бешеным. RAW плюс, ну, скажем, лес. Вот. Вот эта команда форматирования, это G, а вот эта команда постраничного просмотра. У команды лес очень забавная история. Некоторые из вас, кто видел DOS, знает, что в DOS есть команда моря, она и в Linux есть, да, но может и не быть. Скажем, в VALTE, когда, знаете, нет команды MO, она не ставится, она не нужна. Вот. Зачем она есть, когда есть лес? Он всегда ставится. Иногда наоборот, леса нет, море есть. Что? Иногда в VALTE наоборот было. Иногда наоборот, да, я тоже помню, что бывает наоборот. Ну, не важно. А, кстати, это в Афре нет моря, а есть лес, да? Потому что там лес уже входит в базу поставки. Не может быть он гнутый. Ну, фиг бы с ним, ладно. В инсталляторе точно нету, да. Фиг бы с ним. Лес и море. Значит, была команда море, которая, значит, мор, да, она выглядит как? Мор. Она выглядит как? Вы скармливаете ей файл, она показывает одну страницу, внизу пишет мор, вы нажимаете пробел, она показывает еще одну страницу, и так допустимей. Она в исходном варианте, таком досообразном, жутко неудобная, она может просто вот позади пролистать то, что обычно пролетает там по терминалу сверху вниз. Вот. Ну и ребята из ГНУ написали ей замену, назвали ее, конечно, лес, потому что лес is more than more, и умеет она гораздо больше, чем more, позволяет не только, значит, по пробелу пролистывать, а прыгать туда-сюда, организовывать поиск, организовывать какие-то метки, ну, короче, такой редактор без возможности редактирования. Он, правда, достаточно замороченный по части этих самых управления, вот нажмите вопросительный знак или х, х, по-моему, и вам расскажут, как ей управлять, там интересные управляющие символы такие вот, вернее, последовательность, да, нет, на фото символы, вот, которые управляют самим лесом. Ну и тем не менее, значит, команда MAN показывает вам документацию по объекту с помощью команды леса. Она форматирует с помощью grov, показывает с помощью леса. Как я уже сказал, это такая ведущая свое начало еще из Unix систем, в частности, там MAN есть по LSU, там, по RM, по всему такому, ведущая свое начало еще из Unix систем команды, которая обладает двумя свойствами. Ну, она обладает множеством свойств, но два главных свойства у нее такие. Первое, это очень четко структурированная документация. Вот в книжке, в учебнике вы найдете описание, да, практически в любом учебнике по Unix или по Linux, вы найдете описание разделов MAN, вот. этим она хороша, потому что ей довольно удобно пользоваться, ну, в смысле организации семантической сети, не побоюсь этого слова. Ну, увидите. С другой стороны, в нее всего не воткнешь, да, страница руководства это страница руководства, статью, учебник, туда, в общем, класть не принято. Вот. Еще MAN жестко ориентирован на интеграцию с терминалом. То есть, предполагается, что вы прямо там в терминале скажете MAN чего-нибудь и почитаете этот MAN. Вот. Всякие фишки, связанные с гиперссылками, картинками, мультимедийными роликами, ну, и прочим, прочим, ерундом они, конечно, в MAN отсутствуют. По этим причинам далеко, значит, в классических UNIX-системах каждая сущность сопровождалась соответствующим мануалом. Вот. Это был рай. Ну, то есть, нет, это мы сейчас так думаем. На самом деле, это был, конечно, адский ад. Вот. Потому что это было такое очень зубодробительное чтение, которое написали профессионалы, хорошо разбирающиеся в этом деле и думающие, что все остальные тоже в этом деле очень хорошо разбираются. Вот. Но, тем не менее, по крайней мере, было понятно, что ты говоришь MAN чего-нибудь, и тебе по этому чему-нибудь высвечивается MAN. Кстати сказать, помимо команды MAN, есть еще команда APROPOR и вот IS, да. APROPOR ищет в строках описания вот тех объектов, о которых идет речь, ключевое слово, ключевое слово, А вот IS объект выводит только строку описания объекта, а не целиком MAN-прич. Нужно для того, чтобы по-быстрому манипулировать. Так вот, поскольку этого явно не хватает, в том же сообществе GNU в свое время разработали иной формат документации, который называется TECHINFO, и для просмотра которого, подготовленных страниц которого, используется утилита INFO. Формат у него такой же точный объект, необязательный. Почему необязательный? Потому что INFO это такой гипертекстовый броузер, ну, с поправкой на то, что его изобрели, когда гипертекст и HTML был такой диковинкой. Его изобрели очень давно, этот самый INFO. Команды этого броузера, они крайне замороченные. Если в вашем дистрибутиве или хранилище есть PINFO, команда PINFO, советую использовать ее. Хотя, кому интересно повозиться с управлением самим INFO, пользуйтесь INFO. Это без разницы. Вот. Формат INFO гипертекстовый. Сама утилита INFO принципиально терминальная, поэтому все можно смотреть из той же самой консоли. И в очень многих случаях у вас, особенно если это утилиты из семейства GNU, мануала вообще не будет. Или если вы пользуетесь с Debian, у вас будет мануал из 10 строк, даже из 3 строк с надписью. Этот мануал написал такой-то перец, потому что Polysev Debian запрещает утилиты без мануалов. Вот. На этом спасибо, а дальше смотрите INFO. Вот. Кстати, разумно. Ты запускаешь MAN, и тебя показывают, где смотреть. Да? Логично. Мы уже говорили, что актуальная документация на сайте по такому-то уроку. На модных утилитах. Мы говорим сейчас про... А, ну да, да, да. Есть такие утилиты, по которым... Слушайте, а вот учебник вообще там лежит на HTTP. Ходите и читайте. И откроется вам. Чтобы закончить эту тему, как раз у нас время закончилось. Скажу только, что это условный вариант. То есть, такие команды существуют в системе практически наверняка. У вас может не стоять самой документации. То есть, MANPages может не стоять. Там, вот как в случае в Альте, там есть пакет MANPages, который может не... Ну, его могут не поставить. Но, если уж есть MAN, то он везде одинаковый, во всех Linux. А вот графические инструменты просмотра MAN и INFO сильно зависят от того Desktop Environment, который вы используете, от того рабочего окружения. На сегодняшний день я знаю, что KDE и GNOME точно умеют смотреть и то, и другое. Проверяли. Инфо-страницы и MAN-страницы можно глядеть прямо из центра справки KDE. Довольно хорошо. Там гиперссылки работают, в отличие от MAN, в котором они не работают. Так, помолчай. Но обратите внимание на традиционный переход от инварианта, то есть файл в формате NROV лежит там-то, к разнообразию интерфейсов в KDE так, в GNOME сяк, если нету там какого-то модуля, может быть никак. Вы не сможете это посмотреть с помощью центра справки. С помощью MAN, с помощью INFO посмотреть сможете. Напоминаю слова Евгении о том, что домашнее задание решается с помощью изучения вот этого. На чем, собственно, видимо, надо уже и заканчивать. Да, спасибо. Если есть какие-то вопросы, всех достало, я понял. Субтитры создавал DimaTorzok